В заключительных сериях вы узнаете о том, как Расторгуев с Коплевичем инициирует убийство шефа. Киллером оказывается участковый Сверчков. Расторгуев в него стреляет и тот падает в залив. Новый генерал ФСБ Лориона по просьбе Вильяминова возобновляет операцию внедрения Тихомирова в банду акробата, готовящегося к поставке ценного груза в Петербург и за границей. Но пока никто не знает, даже сам акробат, что это за груз. Шеф ждет приказа об увольнении и его обязанности исполняет Некрасов. Его также отстраняют от операции с Тихомирова. Но при этом Тихомиров отказывается сотрудничать с ФСБ в отсутствии шефа. Костя передает Расторгу, папку с компроматом на Митрофанова. Сам Митрофанов встречается с кочевником и предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество. Елена узнает, что ее мужа Кольщика убил Макс Тихомиров и приходит к нему домой, чтобы отомстить. ФСБ готовится к финальной части операции по доставке в Питер неизвестного груза, который будет встречать Тихомиров и акробат с посредником официантом Масудом. Митрофанов узнает, что против него возбуждено дело по заявлению Николая Гришина, сына губернатора. Он решает убить губернатора и заказывает его Шульгину. Тот стреляет в губернатора во время охоты. Расторгу сообщает кочевнику, что Митрофанов его кинул. Банк региональный закрывает, а все деньги кочевника пропали. Тот решает убить Митрофанова, но во время покушения Шульгин его спасает.